Самая сложная ситуация, с которой вы можете столкнуться, это снять тяги заслонок, потому что если вы неправильно это сделаете, вы обломаете корпус, заслонки и тяги. Короче, у вас не будет работать печка, дуть из центрального воздуховода, поэтому я перед тем, как снимать, начитался тиз, как это делается, и я вам покажу, когда буду собирать. Потому что, когда я снимал, я так нервничал, что видео я не хотел снимать, чтобы вы не слышали мои маты. Так, вот новый моторчик. Устанавливаем его в корпус. Итак, вот новый моторчик в корпусе, уже просто одной рукой неудобно вставить и снимать одновременно. Вот, сейчас зажмем болтами, подключим панельку, проверим, как он работает. Моторчик установлен и зажат, сейчас я подключу обратно панель для запуска моторчика. Подключаем клемму. Итак, проверяем. Проверяем. Работает идеально. Ура! Никаких звуков. Никакой вибрации. Отлично, отлично. Мои ноги будут зимой в тепле. Значит, показываю, каким образом подключать тяги. Вот эта тяга находилась вот здесь, во втором отверстии. Мы ее вставляем до конца. Я смазал предварительно графиткой, потому что здесь заводская смазка еще вроде есть, но на всякий случай. И вставляем вторую. Проверяем, чтобы открывалась. Вот эта четко открывается, а та, потому что на моторчике находится. Она не будет открываться. Дальше. Ставим их на один уровень. Отводим вот этот плавничок. И двигаем. Двигаем, пока сюда не зайдет вторая тяга. Есть. Установка считается оконченной и правильной. В случае, если здесь видно два конца тяг. Вот это считается правильная установка. Когда посередине четко находятся два этих конца тяг. Это очень важно. Вот так вот должно быть установлено. Не заглядывай туда. Можно легко проверить. Оно не должно шевелиться. Вот этот плавничок не должен ходить ни на одну тягу, ни на вторую. Он ударяется об кончики этих тяг. И плавничок не позволяет ему двигаться. Все. С этими тягами закончено. Также их и нужно снимать. Плавничок на себя. Отодвигаем в сторону. И достаем тяги из заслонок. Дальше. Вот этот блочок. Центральных воздуховодов. Тяга здесь не убирается. Она просто сдвигается вовнутрь. И снимается вот этот пластик. Этот пластик мы сейчас достанем. Вот он. И одеваем на тягу. Вот этой дырочкой должен быть повернут на вас. Так как за эту дырочку можно отверткой хорошо его сдвинуть. Так, все установлено. Вот эту штуку, которую я пока заранее, задвигаем вот так вот отверточкой туда. Прямо, чтобы шляпка зашла вовнутрь. И вот здесь. Вот. Защелки. Две защелки. Все. Теперь сидит прочно. Осталось что-то придумать с этим поролоном. Потому что у меня старый облез. Сейчас что-то придумаем. Какое-то уплотнение. И можно собирать обратно. На улице уже вечер. Наконец-то я собрал. Торпеду. Поставил защелочки. Закрутил. Теперь печка дует идеально. В салоне очень жарко. Я включил, чтобы согреться. Потому что довольно-таки прохладно. И вот поставил новые крутилки и новую панельку в лицовку. Теперь глаза будут радоваться. И как по традиции у меня остались лишние болтики. Я не знаю откуда они. Вроде все держится. Все нормально. Ну а в эфире рубрика поработали. Пора и попиздеть. Часть 2. Короче, если у тебя сломался моторчик печки, я тебе не завидую. У меня ушло 3,5 часа. При том, что я уже как-то разбирал разные кузова. Как бы 36-ю, 34-ю. Опыт небольшой есть. Но в 39-ке немцы поизвращались, конечно, основательно с этим моторчиком. Значит, из потерь у нас 3 болтика лишних. Я не знаю откуда они. Перепроверил все, что можно. Так и не нашел, где они вкручиваются. Пускай какое-то время со мной покатаются. Там будет видно. Может что-то будет трещать. Тогда я пойму, что болтики откуда-то там. Второй момент из положительных. Печка наконец-то работает. Работает тихо. Ничего не гудит, не скрипит. Вибрации от моторчика нету. Что не может не радовать. Попутно я поменял облицовочную панель приборки. Которую планировал уже давненько поменять. Но вот как раз подвернулся хороший момент. И поменял в идеальном состоянии. Без царапин, без потертостей. С идеальными переключателями. Теперь мои глаза будут спокойны. Когда будем переключать, все будет по фэншую. Из нюансов. Также поломал какую-то пластиковую херню. Направляю к тяге для заслонки. Но там сломался маленький кусочек. Этот кусочек я нарастил изолентой. И оно все плотненько зашло. Защелкнулось. То есть все нормально. Я проверил. Заслонки все работают. И думаю прослужат долго. Изолента меня не раз спасал. В данных случаях. На улице уже дикий вечер. Заканчивать ехать домой. Поэтому если тебе это видео было полезным. Ставь лайки. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Но если подписан, следи за следующими видео. Я думаю будет интересно. Всем ровных дорог. Хорошего вечера. А я поехал греться. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 Субтитров А.Кулакова